итак друзья примерно месяц назад на моем канале вышло видео об этом смартфоне это был почти полный обзор в котором я рассказал вам о том что я купил redmi 6 pro для себя именно его я выбрал в качестве замены своему redmi 4 pro ссылка на тот видос сейчас появится в верхней части экрана если не видели можете посмотреть для получения основной информации об этой модели там же сказано почему именно на 6 пропал мой выбор и тогда же месяц назад я пообещал вам что обязательно сделаю отдельное видео с опытом использования пацан сказал пацан сделал и сегодня я щедро поделюсь с вами своими впечатлениями расскажу стоит ли его покупать и если стоит то кому потому что смарт немного специфичный расскажу какую прошивку на него поставил да и вообще доволен ли я своим выбором или нет ну тогда вперед точняк поехали итак весь месяц redmi 6 pro был со мной сопровождал меня на пляж загорал на жарком солнце болтался в карманах моих шорт вместе с мелочью а иногда и с ключами обеспечивал меня связью и доступом в интернет в общем он жил полноценной жизнью нормального смартфона и если его протереть тряпочкой он выглядит практически как новый и даже стекло выступающей камеры в идеальном состоянии но есть и легкие повреждения но не на корпусе а на стекле дисплея надеюсь вам будет видно маленькую царапину и два коцика над ней получился такой как будто перекошенный смайлик и подозреваю что эти легкие травмы получены за один раз так как сконцентрированы они в одном месте скорее всего тут я сам виноват таская смартфон в карманах или в сумке вместе с ключами и прочим барахлом да я его особо не жалел хотя живет он у меня в родном силиконовом чехле который входит в комплект поставки чехольчик вполне годный на первое время но зараза постоянно заляпывается и выглядит не очень презентабельно в повседневном использовании естественно на алиэкспресс для этой модели можно найти десятки недорогих и более качественных разноплановых чехлов есть и защитные стекла это не проблема но я дополнительной защиты еще не успел обзавестись а теперь об эргономике главная фишка redmi 6 pro равно как и его близнеца mia 2 lite вменяемые размеры которые стали одной из основных причин его покупки этой логикой я и руководствовался если вы не заморачиваетесь с размерами и вас устраивает в этом плане redmi note 5 берите именно ноут 5 так как он по совокупности своих характеристик выглядит поинтереснее да и цены на него сейчас привлекательные но для меня ноут 5 все же великоват размер 6 про конечно немного больше чем у моего прежнего 4 pro но жить можно все в этом отношении меня устраивает к тому же несколько лишних миллиметров не такая уж и проблема ведь мы получаем взамен классный широкоформатный экран занимающий намного больше полезной площади чем в том же 4 pro ребята дисплей реально шикарные я просто от него кайфую насыщенный четкий отзывчивый тач но я знаю что многие из вас скажут но тут же это ужасная монобровь знаете что давайте я выскажу свое мнение может и грубым но емким словом да насрать да мне действительно по барабану на этот выступ и я даже не скрываю его через настройки а это возможно а недавно поймал себя на мысли что эта челка мне даже нравится и что я серьезно ну как минимум она меня не напрягает единственное что немного не нравится это то что при просмотре видео или выборах с одной стороны экрана углы остаются скругленными а с другой стороны экран грубо обрезается и мы получаем острые углы но опять же если в настройках миюай активировать скрытие челки то автоматически будут скругляться все углы программно а еще когда я сидел на родной китайской прошивки она не позволяла вывести отображение заряда батареи в процентах в строке состояния увидеть проценты можно было только в шторке но сейчас у меня кастомная мультиязычная прошивка и тут с этим проблем нет вывод процентов здесь можно активировать в настройках миюай да из-за челки строка состояния как бы урезана и может быть это не всех устроит но для отображения времени заряда батареи и индикации сети место нашлось а мне больше и не надо теперь о повседневном использовании тут у меня серьезных претензий к этому аппарату нет связь мобильный интернет беспроводные подключения все работает как надо вай файловит отлично часто раздаю с него мобильный интернет на windows планшет в качестве точки доступа тоже работает без замечаний иногда вижу жалобы на некорректную работу датчика приближения в процессе телефонных разговоров не именно в этой модели а вообще в смартфонах сяоми не знаю у меня с этим не было проблем ни раньше не сейчас специально отслеживал этот момент все в порядке динамик звучит хорошо приятно на уровне с другими моделями бренды точно лучше чем в ридми 4 pro ну вот зацените это слышно даже через youtube музыку через наушники я слушаю крайне редко но если для вас это важно то вы можете рассчитывать на твердую четверку по пятибалльной системе ну а пятерки оставим для смартфонов аудио чипами навигацию использовал всего два раза и исключительно для теста так как незнакомые места с ним еще не выезжал позиционируется на местности достаточно точно не хуже чем мой предыдущий смартфон который меня в этом отношении вполне устраивал с получением уведомлений все хорошо и в него есть отдельная опция для управления уведомлениями где можно настроить важность их получения разрешить их отображение на заблокированном экране и так далее по стабильности работы был единственный раз ребут на официальной китайской прошивки причем непосредственно во время разговора по телефону просто внезапно ушел в перезагрузку устал наверное больше не повторялась интерфейс на оригинальной прошивке подлагивает и это факт фрезы есть и в первую очередь проявляются они при прорисовке анимации миюай например при управлении жестами когда экраны сменяют друг друга факт нет не пугайтесь это не те тормоза которые реально бесят и не дают нормально пользоваться смартфоном нет но плавность работы интерфейса пока не идеально я говорю пока потому что связываю это с ранними прошивками и со слабой оптимизации хотя некоторые считают что якобы snapdragon 625 просто не справляются с разрешением full hd плюс но я с этим не согласен в корне прорисовка не самой сложной анимации это не та задача которая может заставить тормозить данный проц к тому же после установки кастомной прошивки фрезы хоть полностью и не исчезли но их стало явно меньше и это опять же говорит о том что дело отнюдь не в железе в игры я не гоняю ну крайне редко ну конечно проверял игровую производительность как всегда с помощью танков средние низкие настройки графики и не выше в общем в играх он себя показывает также как redmi 5 плюс да в этом отношении смартфон звезд с неба не хватает это аппарат не для тяжелых игр а для повседнева хотя и поиграть на нем можно во что угодно если не выкручивать графику на высокие настройки по прошивкам я уже вам рассказывал в отдельном видео что с августа сяоми внедрила анти rollback поэтому нельзя понижать версию прошивки при установке нового нужно изучать инструкции и рекомендации опытных пользователей как вы уже поняли у меня изначально была установлена официальная китайская прошивка с английским языком после двух недель ожидания я успешно разблокировал загрузчик к тому времени на фопада уже появились подробные инструкции по перепрошивке с помощью которых я и установил мультиязычный кастом на базе миюай 10 от команды сяоми . ию шил через тврп не без приключений начал прошивать на компе с windows 7 но комп не видел смартфон через подгруженное рекавери отжал у своих малых на полчаса моноблок на 10 винде и все прошло как по маслу кстати начали появляться уже и сборки от других разработчиков например от команды мирум сразу скажу не просите меня сделать видео о перепрошивке я такие видео не снимают так как всех нюансов не учтешь и при переходе с разных прошивок на кастом могут требоваться разные тела движения да и вообще как по мне намного удобнее шить следуя указанием текстовой инструкции и ссылку на такую инструкцию по которой шился я я оставлю под видео что касается самой прошивки сяоми . ию в ней есть один косячок не работает портретный режим в камере но это обещают поправить прошивка обновляемая и над ней продолжают работать судя по комментариям некоторые до сих пор верят в то что для redmi 6 pro выйдет официальная глобалка и не надеетесь ребят ну какая глобалка модель не рассчитана на международные рынки тут скорее всего будет та же история что и сми 5x в прошлом году что и сми 6x в этом году либо юзаем официальную прошивку на английском многие так и делают либо русифицируем через морлокал либо накатываем мультиязычный кастом со всеми языками а еще сейчас на алиэкспресс многие продавцы продают redmi 6 pro с мультиязычной прошивкой но это так называемая вьетнамка которая будет работать и может быть даже работать стабильно но не будет обновляться и соскочить с нее скорее всего будет сложнее чем с официальной китайской прошивки поэтому если планируете перепрошивать лучше заказывайте смартфон на родном п.о. ну а вообще я бы не рекомендовал redmi 6 pro тем кто не хочет танцевать с бубнами кто не желает изучать инструкции ввиду отсутствия опыта для таких людей и есть сяоми mi a2 light полный аналог redmi 6 pro но без miui и с чистым android a2 light уже ко мне едет и я вам тоже обязательно его покажу ну а если вы любите miui хотите miui и готовы к небольшим приключениям сидя за компом вот тогда можете рассматривать redmi 6 pro покупки короче модель для опытных пользователей или для тех кто хочет таковым стать камера в первом видео я уже вам показывал что 6 pro снимает заметно лучше чем 4 pro но иначе и быть то и не могло если обобщить то меня абсолютно устраивает качество фото при дневном освещении нет пересветов хорошая передача цвета добывают проблемы например с большим трудом получилось заснять этого богомола вблизи он постоянно двигался и камера не могла на нем толком сфокусироваться до при недостатке света неизбежно падение детализации но я всегда держу в уме скромную цену смартфона и вам тоже советую не забывать о том что перед нами чистый бюджетник а то есть индивидуумы которые покупают бюджетный смарта требуют от него качество зеркалки в общем для такой цены камера тут хорошая кто-то из вас просил пример фото с контровым освещением пожалуйста камера неплохо справляется и не слепнет при лучах солнца бьющих в объектив ну а это пример фото с размытием фона снимок сделан еще на официальной прошивке как я уже говорил на кастами от сяоми ию портретный режим сейчас вылетает с ошибкой некоторые из вас в комментариях просили сравнить камеры redmi 6 pro и ноут 5 без проблем в дневное время при достаточном освещении небольшую разницу в пользу ноут 5 можно заметить но для этого нужно всматриваться но чем хуже освещение тем разница становится более очевидной определенно камера у ноут 5 и более светосильная и более качественная в целом и с этим не поспоришь отмечу что на китайском по в видеорежиме была доступна съемка full hd 60 fps но в этом режиме не работала стабилизация да и само изображение часто рассыпалась на пиксели и вот как раз перед вами такой пример посмотрите на эту россыпь артефактов поэтому я бы пока советовал выбирать стандартный full hd 30 fps при котором и электронная стабилизация работает и картинка выглядит получше ну а в прошивке от сяоми . ию режима 60 fps пока вообще нет только 30 кадров в секунду и традиционно можно снимать видео слоумоушен но только в hd например в модели миа 2 слоумоушен доступен и full hd приятно был удивлен качеством звука при съемке видео я больше скажу за всю мою практику это лучше по качеству звука смартфон от сяоми например в том же миа 2 с этим не все так хорошо сейчас покажу вам запись в условиях городского шума а потом тест записи музыки стандартный тест записи звука на redmi 6 pro 1 2 3 4 5 спокойной обстановке и теперь добавим музычки 5 мегапиксельная фронталочка ничем вас не удивит но в то же время при хорошем свете она вполне юзабельная плюс можно размывать фон как и на основной камере а вот автономность тут огонь и связка энергоэффективного процессора и батареи на 4000 миллиампер делают свое дело при активном пользовании мне без проблем хватает заряда на целый день а если не насиловать смартфон то он и пару дней спокойно живет тест на воспроизведение hd видео на youtube через вайфай показал отличный результат 14 с половиной часов непрерывной работы для сравнения redmi note 5 в аналогичном тесте показал 14 часов заряжается родным адаптером за один час на 52 процента полностью за два с половиной часа подведем итоги я ни разу не пожалел о том что сделал выбор именно в пользу redmi 6 pro кое-какой опыт в прошивках у меня есть поэтому я знал на что шоу смартфон мне однозначно нравится он удобен да и его возможностей мне в принципе хватает лучший ли это выбор для тех кому нужен именно такой размер один из лучших точно но как я уже говорил если вас устраивает размер redmi note 5 я бы рекомендовал именно его как более продвинутый аппарат и по процессору и по камере да и глобальная его версия давно присутствует на рынке 6 pro это такая более нишевая моделька и это моя ниша делали как будто под меня полезные ссылки оставлю под видео там будут и исходники с камеры и надежные продавцы и наша группа вк и крупнейший кэшбэк сервис для экономии на интернет покупках всем спасибо за внимание надеюсь для кого-то это видео было полезным и не забудьте сгонять на море или просто отдохнуть на природе лето на исходе а желтомордая осень уже на пороге не забывайте подписаться на канал пока пока у меня у меня у меня у меня Субтитры подогнал «Симон»